Добрый вечер! Вы смотрите итоговый выпуск Вести Молдова в студии Алиса Кайряк. Для начала коротко о главных событиях первого рабочего дня этой недели и последнего дня ноября. Влад Филат объявил голодовку. Лидер ЛДПМ протестует против бесчеловечного содержания в тюрьме. Федерализация. Ключ к Единой Молдове. Мнение депутата Российской Госдумы. Генеральный прокурор имитирует реформы, а президента не интересует глобальная проблема наркомании. Главный столичный прокурор перед отставкой сыплет обвинениями. Между тем, Влад Филат объявил голодовку. Лидер ЛДПМ, которого содержат под предварительным арестом в 13-й тюрьме, решил выразить протест против бесчеловечного и разрушительного подхода, который к нему применяют. Об этом сообщили сегодня адвокаты политика. Филат протестует против действий прокуратуры по борьбе с коррупцией и администрацией тюрьмы. Защита лидера либерал-демократов также сообщает, что их подзащитного запугивают, в том числе через заключенных. Филат считает, что цель этих незаконных действий власти – ничто иное, как его деморализация, уточняют адвокаты. Влада Филата задержали 15 октября после заседания парламента, на котором с него сняли депутатскую неприкосновенность. Первое время политика содержали в следственном изоляторе Национального центра по борьбе с коррупцией, затем перевели в 13-ю тюрьму в столице. К другим темам. Федерализация – единственный путь к воссоединению Молдовы. Так считает депутат Российской Госдумы, председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Об этом он заявил в Кишиневе. Мне импонирует позиция социалистов Республики Молдова, которые считают, что иного пути для объединения страны как федерализация нет. Я думаю, что если бы были внесены соответствующие изменения в Конституцию, и Республика Молдова стала федеративным государством, тогда бы вопрос территориальной целостности был бы окончательно решен. Да, но Россия не призывает. Россия сегодня исходит из того, что должны продойти те изменения, которые позволят нормально всем составным частям Республики Молдовы жить в согласии в едином государстве. Игорь Дадон остается председателем партии социалистов Молдовы. На масштабном 13-м съезде ПСРМ его единогласно переизбрали своим лидерам делегаты со всей страны. Партия в очередной раз и в самом своем широком формате подтвердила курс на досрочные парламентские выборы и представила свою новую программу развития Молдовы. 13-й съезд партии социалистов Республики Молдова. Масштаб съезда ощущался не только по оформлению зала, но и по количеству и составу гостей. Поддержать социалистов съехались представители Европарламента, европейских левых партий, а также депутаты Госдумы России. Мне хочется пожелать вам действительно единства Республики и единства всего вашего народа. Хочется пожелать стабильности и уверенности в будущем Республике Молдова и всем гражданам Республики. Стабильность и уверенность в будущем социалисты обещали в своей новой программе. Она называется «Молдавский прорыв. Десять шагов созидания». Я уверен, что по этим десяти направлениям в ближайшие недели, месяцы будут конкретные детальные программы действий, которые мы примем на наших коллегиальных органах партии для того, чтобы уже с этой программой идти во власть. На этом пути ПСРМ поддерживают представители левых европейских сил. Они возмущены тем, что сегодня творится в Молдове. В пятницу я посетил в изоляторе временного содержания Григория Петренко. Я с ним беседовал и скажу, что это просто недопустимо в демократической стране. Тему политических заключенных в Молдове мы поднимем и на сессии ПАСЭ, и в Европейском парламенте в Брюсселе. Мы не хотим, чтобы в демократической Молдове были палить заключенные. Схожая ситуация и на Украине. Она, как и Молдова, стала заложницей интересов Запада и игрушкой в руках олигархов, уверен зампредседателя партии социалистов соседней страны. Сегодня наши олигархи прочно контролируют все сферы государственной и общественной жизни. Они вырабатывают внутренний и внешний политический курс. Фактически назначают, а не избирают демократические институты в нашем государстве. Будущее Молдовы решат досрочные парламентские выборы. Этого добиваются социалисты, и в этом их поддерживают их политические партнеры. Необходимы досрочные парламентские выборы, потому что нынешняя власть себя дискредитировала. И для того, чтобы власть снова получила уважение у народа, нужны выборы, на которых избиратели Республики Молдова скажут свое слово, кому дальше вести Республику Молдову к процветанию и согласию. Отдельным на повестке 13-го съезда социалистов стоял вопрос переизбрания руководства партии и ее председателя. Кандидатуру Игоря Дадона поддержали единогласно. Председателем партии социалистов Республики Молдова избран Игорь Николаевич Дадон. На сегодняшний день у партии социалистов в парламенте самая крупная фракция – 24 депутата из 101. В ПСРМ утверждают, что к этому моменту выдали уже 10 тысяч партийных билетов. Массовое собрание устроила вчера и платформа «Да». Сбор подписей для организации референдума у всенародных выборов президента начался. Об этом объявили лидеры гражданской платформы «Достоинство и правды» на воскресном митинге, который собрал, по их данным, около 10 тысяч. В полиции, по традиции, назвали вдвое меньшую цифру. Виктория! Виктория! Не приветствовал телевизор, что не фаса монетарного. А мы инициат коллектори аземнатура пендер референдума. Мы начали сбор подписей для референдума. Мы знаем, многие обрадовались, когда Конституционный суд вынес решение, что проект одобрен и можно собирать подписи. Но на самом деле господин Танаси по просьбе Плохотнюка сделал так, что Конституционный суд внес поправки в процедуру сбора подписей и теперь придется собирать значительно больше. Всего в резолюции митинга 9 пунктов. Она дополняет предыдущие требования платформы. Да, ее сторонники требуют отменить решение власти о превращении украденного миллиарда евро в государственный долг. Самое криминальное правительство, которое управляло Молдовой за последние 24 года независимости страны. Мы уже протестуем долгое время и власть не принимает во внимание просьбы и желания молдавского народа. Власть, которая за 6 лет довела народ до низшего социального уровня. В течение этого времени власть превратила Молдову в захваченное государство, о котором уже говорят во всем мире и каждый человек в нашей стране. Хочу отстоять интересы народа, потому что правительство, парламент и администрация президента существуют только для них самих, их родственников и собственных кошельков. А мы в это время идем к нищете и беспорядку. Сейчас очень сложная ситуация, очень низкие пенсии, на которые невозможно прожить. Мы здесь для того, чтобы отправить правительство в отставку, требуем отставки господина Гурина и Тимофти, потому что они самые главные бандиты. Хочу, чтобы нам платили пенсию в 3 тысячи леев и чтобы средняя зарплата работников была 7 тысяч, и это минимум. В резолюцию оформилась и инициатива создания новой партии на базе платформы. Сейчас заявки на вступление в будущее политическое формирование принимаются по интернету. Бессрочная акция протеста у Дома правительства продолжается. Организаторы обещают протестовать и зимой, если их требования не выполнят. Палаточный городок на площади Великого национального собрания разбили 6 сентября. О днем ранее другой массовый протест прошел у резиденции президента в Кондрице. 300 автомобилей отправились автомаршем к Николаю Тимофти требовать его отставки. У ворот собралось, по данным организаторов протеста, нашей партии, более полутора тысяч протестующих. Желтой Тимофти! Желтой Тимофти! Желтой Тимофти! Желтой Тимофти! Желтой Тимофти! Протестующие хотели передать президенту петицию и заявление о его отставке. Охрана сообщила, что Николая Тимофти нет в здании, после чего митингующие потребовали немедленную встречу с официальными представителями главы государства. К ним вышел советник, которому и передали петицию. Активисты нашей партии предупредили, что если Николай Тимофти продолжит игнорировать массовые протесты в центре Кишинева и требования о его добровольной отставке, манифестанты оставляют за собой право перекрыть главные транспортные магистрали страны. И еще о недовольных деятельностью действующего президента Молдовы. Проблемы наркомании не волнуют главу нашего государства, так считает главный прокурор столицы Иван Дьяков. По его словам, Николай Тимофти отказывается созвать высший совет безопасности на тему эпидемии наркомании и наркотрафика в стране. Согласно данным Дьякова, большинство наркотиков, которые производят в Молдове или провозят транзитом через нашу страну, направляются в Россию. Там эту проблему обсуждают на высшем уровне. Я не хочу давать оценок политикам, но так в качестве сравнения. Господин Путин руководит практически всем земным шаром и нашел время обсудить этот очень и очень серьезный вопрос. В России принимают наркотики, в Молдове же президент не нашел времени. У нас, повторяю, в Молдове принимают наркотики. Наркомания и коррупция починили себе прокуратуру, говорит Дьяков, поэтому он решил оставить свой пост. 3 декабря истекает конституционный срок его полномочий, но это не обязывает его уходить в отставку. Тем не менее, прокурор это сделает, потому что, по его словам, все жалобы на коррупцию и злоупотребление в рядах прокуратуры и в судах начальство игнорирует. Генеральный прокурор Корнелию Гурин, говорит Дьяков, имитирует реформы, в то время как закон дает ему огромные полномочия для борьбы с нарушениями и преступлениями в системе правосудия. Кроме того, в знак протеста Иван Дьяков возвращает награды, врученные ему Генпрокуратурой и Орден Трудовая Слава, который он получил за 35 лет безупречной деятельности в органах прокуратуры. Ивана Дьякова назначили прокурором столицы в декабре 2010 года. Ранее он занимал эту же должность с 1998 по 2001 год. И еще об отставках. Директор Газнатуралфиноса Сильвия Раду решила покинуть свой пост. Об этом сообщает Инфотаг. Как пишет агентство, со ссылкой на свои источники, Раду не подписала новый трудовой контракт с руководством Газнатуралфиноса в Барселоне. Менеджер испанской компании в Молдове оставляет пост, чтобы заняться другим видом деятельности. В беседе с корреспондентом агентства Сильвия Раду была немногословной. Цитата. «Мне нужно время для отдыха. Я еще не определилась с тем, чем буду заниматься в будущем. Знаю точно, что сейчас мне нужно отдохнуть», — сказала Сильвия Раду. Она работает в компании с 2000 года, когда испанская унионфиноса купила в Молдове электроспределительные предприятия. 2008 года Сильвию Раду утвердили исполнительным директором испанской компании в Молдове. И в заключении новости из гагаузской автономии. Ресторан «Гагаузская кухня» и торгово-упаковочный дом для реализации гагаузских товаров. Как минимум эти два проекта наметились в ходе визита культурно-деловой миссии Санкт-Петербурга в автономию. Представители бизнеса и власти северной столицы России дали рекомендации и обещания гагаузским коллегам. Те, в свою очередь, говорят, что готовы осваивать новый рынок. У гагаузских производителей много возможностей в Петербурге. Ведь город, прежде всего, крупный потребительский рынок, отметил председатель комитета по развитию предпринимательства Эльгий Скачаев. Численность населения Санкт-Петербурга составляет более 5 миллионов человек. В Петербурге, конечно, огромный рынок услуг. Я вот не знаю, есть ли у нас ресторан гагаузской кухни. Честно, не знаю. Сделать такой гагаузский дворик. Но есть уже, слава богу, бренд, который вы создали, гагауз Малары. Ну, я думаю, что гагаузские товары или продукты, и под этим брендом надо заходить в Санкт-Петербург. Поэтому нужна кропотливая работа, поэтому вам нужен там партнер. В рамках моей личной беседы с губернатором Георгием Сергеевичем Полтавченком и заседания совместной группы на уровне глав ведомств нами были намечены новые горизонты двухстороннего сотрудничества. И хочу подчеркнуть, что с первых минут нашего общения мы нашли полное взаимопонимание с администрацией Санкт-Петербурга в том, что все договоренности должны носить конкретный характер. Тогда же были обозначены и наиболее перспективные точки роста. По словам вице-губернатора Сергея Мовчана, предпринимателям из автономии будет трудно пробиваться на рынок Санкт-Петербурга, но у них есть партнеры, на которых можно рассчитывать. Если намерения ваших предпринимателей будут абсолютно серьезные, то мы готовы, что называется, брать их за руку и в режиме уже личного контроля проводить их по нашим инстанциям. На территории Московской области уже строится торгово-упаковочный дом для реализации гагаузских товаров. Посол России в Молдове предлагает построить такой же объект и на территории Петербурга. У вас есть все возможности сегодня. Открыто более 40, а сегодня производители могут торговать с Россией. Шесть вино-предприятий, так скажем, да, попросить вина открыто. Шесть еще на днях, наверное, до около десяти, возможно, откроется. Было объявлено 23 предприятия, которые в сельскохозяйственном профиле могут торговать с Россией. Единственный вопрос, который там остался, мы обсуждали Ирину Федоровну, это вопросы таможенные. Но это означает на перспективу. А сейчас нужно думать о качестве, стандартах. Гагаузия в свою очередь готова идти навстречу российским инвесторам. В зоне свободного предпринимательства Волканиэш бизнес, в том числе и Санкт-Петербурга, ждут льготы. Такими были новости последнего осеннего дня. Подробную информацию, происходящую в нашей стране и мире, вы можете узнавать круглосуточно на сайте rtr.md. Далее вас ждет прогноз погоды. Я, Жаля Сикаряк, на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго и удачной рабочей недели. Увидимся уже зимой. Субтитры создавал DimaTorzok